Начнём. Рад вас приветствовать. У нас с вами последняя лекция с Ирицкой. Последняя лекция, причём она последняя совсем со мной. Встретимся в следующий раз только на консультации. И всё. В следующий раз консультация. Вероятно, контрольная работа. Но если вдруг мы решим, что контрольная работа нам не нужна, может быть на следующей неделе мы начнём предварительно принимать зачёт или доздавать лаву. Такое будет тогда остаточное занятие, чтобы решить все проблемы. Но через две недели в любом случае уже зачёт. Так что время наше кончается. В следующей неделе я ещё приезжаю, вы меня увидите. Я покажусь, но уже нового материала никакого рассказывать не буду. Как вы дальше будете жить? Дальше ваша жизнь сложится так. Следующий семестр у вас будет без лекций. Лабораторные будут удвоенными. То есть это снова будут две пары, как на первом курсе. Слава Богу. Но, конечно, без лекций будет туго. Потому что за один семестр вам нужно будет, как бы то ни было, ну хоть как-то в какой-то форме познакомиться с реальным параллельным программированием. И дальше вы с горем пополам закончите, как-то сдадите на какую-то оценку, дай Бог, на хорошую. Но будет трудно. Там просто реально трудно будет, потому что материал сложный. Если C++ это хотя бы компилируемый язык программирования, но хотя бы примерно то же самое, то там будет не совсем все так же. А дальше, забыв на информатику, махнув на нее рукой, вы вспомните про нее через года так два. Ну кто-то раньше, кто-то сразу. Ну так вот, может быть, вам удастся годик на два, на три. Самым успешным удавалось отбросить программирование лет на пять. А потом неизбежна ваша встреча. И я надеюсь, что вот тогда, когда вы будете делать диплом, или может быть кандидатскую, или может быть даже просто работая, вы поменете добрым словом нас. И скажете спасибо за то, что мы вас так мучили. И пытались впихнуть, как говорят, невпихаемое. Вот, невпихиваемое. Вот, мы стараемся вам как-то дать базу лучшую, чем была у нас в свое время, вот, за отведенные два года. Что я вам расскажу на последней лекции, не консультации. Это многопоточное программирование. Дело в том, что существует массовая параллельность, когда много вычислительных машин, отдельные компьютеры, занимаются вычислениями параллельно. Это, в принципе, разговор об архитектуре параллельных вычислительных систем. Ну, вот смотрите, у нас есть один компьютер. Один компьютер. У него внутри есть процессор, есть оперативная память, есть магистраль, которая их связывает. Ну, вы помните первое занятие, которое я рассказывал, да? Ну, мы можем что? Как мы можем его ускорить? Ну, мы можем увеличить битность этого процессора, чтобы он быстрее работал с длинными числами. Ну, там, 64 бита. При желании можно еще увеличить. Но вопрос в том, что нам уже не нужны числа большего размера. Да? Так, хорошо. Битность магистрали достаточная для того, чтобы очень быстро гонять числа. Да, хорошо. Тем не менее, частота магистрали максимально возможная. То есть, сделали ее короткой, емкостные характеристики там подыграли, чтобы они не сказывались там, все сделали. Идеальная просто передача, насколько можно. Частоту выше поднимать некуда. 2 ГГц. Ну, хорошо. Ну, а выше куда? Есть физическое ограничение частоты. То есть, выше определенной частоты, ну, не получится у вас. Да? То есть, у процессора, например, предельные частоты, это порядка 4 ГГц. Нет, ну, может быть, будет какой-то прорыв. Да? Да, но вряд ли такое существует. Понимаете? 4 ГГц это практически физический предел. Достигнутый. Да? Может, чуть выше. Это не важно. Уже выше частоты стандартных компьютеров не пойдут. Да? Шина. Ну, допустим, я сейчас не знаю, там, я знаю, 2 ГГц существует. Ну, допустим, 3 ГГц. Ну, я не знаю. Вот сейчас я рассказываю, да, под запись, а там лет через 10, там, мы посмотрим, расскажем, о, что это, 4 ГГц, а тут фигня. Какая-то, вот, терагерц это, да. Вот, ну, тем не менее, да, я понимаю, как сейчас идет движение, и, скорее всего, я не ошибусь, если скажу, что, ну, хорошо, ну, 10 и 8, ну, не будет такого скачка в разы. Уже все там действительно физически предел. По стандартным компьютерам на кремнии, да, на кремниевых транзисторах. Ну, миниатюризация транзисторов. Ну, хорошо, больше транзисторов напихаем, и что? Оперативная память. Ну, тоже мы примерно там эти вот ГГц наберем, но смысл в том, что мы все равно ограничиваем скорость выполнения операций. Предсказательное поведение. Мы можем пытаться предсказывать, куда пойдет исполнение, заранее подтягивать инструкцию. Хорошо, прекрасно, но все равно мы не выйдем за пределы такого. Куда пошла траектория? Это использование векторных компьютеров. Векторная архитектура. В ней делаются конвейерные операции. Конвейер. То есть представим себе, что каждое число в большом потоке чисел мне требуется домножить на 2, возвести в квадрат, вычесть 7 и так далее. И я могу самую аппаратную часть, прям аппаратуру, электронику сделать так, что поступающее число у меня будет домножено на 2. Возведено квадрат, вычтена единица. Понятно? То есть у меня скорость работы вот такой векторной архитектуры, когда у меня какие-то действия, они вот конвейеры передаются друг к другу, она у меня возрастает постепенно. То есть одно число, оно будет выполняться за n операций. Обрабатываться за n операций. Понятно? То есть в данном случае я сделаю, чтобы удвоенный x, возведенный в квадрат, за вычтенную единицу. Ну, примерно. Вот так, да? Ну вот. У меня здесь получается 3 действия, да? Но, когда 2 числа, то 2 числа будут обработаны уже всего лишь за 4, потому что пока первое число пошло, второе число тоже двигается, да? Третье число, оно уже, когда 3 числа подряд я сюда даю, уже за 5, да? 4 числа за 6, а дальше леднейный рост просто. То есть получается, что у нас на большом масштабе, превышающем количество, собственно, n действий этого контейнера, то есть когда у меня входящих чисел становится достаточно много, то у меня просто пропорция за одно действие. Понятно? Идея конвейера. И еще называют ее конвейерная параллельность. Конвейерная параллельность. Она когда-то была реализована в первых суперкомпьютерах. Она не является универсальной. Не является универсальной. Тем не менее, она не умерла и сейчас. Ее используют там, где это возможно. Требует она чего? Наибольшей производительности она достигает тогда, когда алгоритм зашивается в железо. То есть сама микросхема, она получает данные, она их решает и мгновенно практически. То есть нет тактов, там что-то наук. Раз и, ну как сказать, очень быстро выдает ответ. Следующие микросхемы, которые раз и делают. Понятная логика? Соответственно, у нас конвейерная параллельность. Это первый вариант. А это у нас не параллельная. Или последовательное исполнение. Последовательное исполнение. Ну помните принцип последовательного программного выполнения фон Неймона. Вопрос, можем ли мы как-то достаточно дешевые, популярные компьютеры фон Неймонской архитектуры с последовательным исполнением. Их понятно и привычно, как программировать. Можем ли мы их каким-то образом, имея штук там 10-20, ускорить? Ответ. Да. Можем. Вариант первый. Это разделение задач. Называется это, ну собственно сейчас будет два вида параллельности. И та, и та массовая параллельность. То есть в принципе вроде бы там вот много прям процессов. Значит, одна архитектура называется с разделяемой памятью, раздельной памятью, точнее, с раздельной памятью. И вторая, это с общей памятью. С общей памятью. Так, давайте я лучше плотненько напишу. С общей памятью. У каждого процессора своя оперативная память. Он связан со своим амистралью. Да. Но при этом есть сетевое устройство, которое высокоскоростной сетью связывает друг друга. Вот эти два процессора друг с другом. И они, координируя свои действия, решают, кто какую часть задачи начинает делать. А потом соединяют свои усилия. Например, перебор делителей числа. Да, у меня нужно там числа перебрать делитель. Проверить, простой оно или нет. И мы будем это делать, допустим, переборным алгоритмом. Этот перебирает от одного, там четные условно, да, этот нечетные делители. Ну, условно. Или там нечетные такие, нечетные такие, но чтобы четные сразу же можно выкинуть. Да, нечетные там через 4 прыгая, 1, 5 и так далее, только 3, 7 и так далее. То есть разделение задачи, да, и она параллельно выполняется. При этом в чем плюс? В том, что данные локальные доступны быстро. Однако, если мне понадобится для взаимодействия, да, вот у меня как только происходит взаимодействие, то я обращаюсь по более медленному соединению, по сети. Понятно, да? Здесь есть замедление. Поэтому на смычках будут проблемы. Есть вариант такой. Это с общей памятью. Дело в том, что сложные вычислительные задачи, сложные вычислительные задачи, часто могут выполняться на быстрой памяти процессора. Я не рисовал этого тогда, упоминал так мельком. Но у процессора есть кэш памяти. Это быстрая память, которая буферизует, сохраняет временно у себя то, что там сейчас в памяти находится, в какой-то кусочек. Ее мало, но зато до нее не так далеко бежать по проводкам. Она прямо рядом, прямо на самом процессоре. И получается, что так называемый L2 кэш у процессора. И в этом L2 кэше содержится состояние кусочка памяти, который сейчас текущий. А сам этот кэш, он, когда надо, сбрасывается в память. Ну, когда мы переходим к какому-то новому участку, и нам нужно освободить эту память, то мы его туда перегружаем. Понятно? То есть, текущее состояние оперативного запоминающего устройства не отражает того представления о памяти, которое есть у процессора. Свежак лежит у него тут. И для того, чтобы память реально содержала актуальную информацию, нужно, чтобы все буфера были сброшены, чтобы этот кэш был там сохранен. Но это не требуется, потому что самое главное, чтобы у процессора была актуальная информация. Понятна логика? Итак, на самом деле, целых этих кэшов целых три. L1, L2 и L3. Ну вот, я сейчас говорю, там L1 совсем там какой-то ближний, L2 чуть-чуть он там подальше, но его побольше памяти. Значит, смотри, что предлагается? А давайте сделаем так. А, да, и еще я что-то сказал. В серьезных вычислениях, в мощных вычислениях, часто не нужно так часто бегать к памяти. То есть, взял несколько чисел, и долбишь их, и долбишь их, и долбишь, то есть, вот, что-нибудь с ними там делаешь, да? А уже потом вернул память. То есть, память, она часто бывает не настолько сильно нужна. Понимаете? Ну, представьте себе, память, как картотека в библиотеке. Так что, у меня один библиотекарь бедный бегает к этой картотеке, и потом в книгохранилище, да? Ну, или там, ну, и делать какую-нибудь задачу, записывать в карточку. Ему надо... Длительность подхода к картотеке не так велика. Так, ну, и просто несколько библиотекарей, как у нас в библиотеке МФТИ, да? Посадить туда двух, трех, может быть, четырех. То есть, короче говоря, давайте засунем в компьютер несколько ядер процессов. Каждое ядро, по сути, является процессом. У каждого ядра есть свой L2 кэш, то есть, свой кэш памяти, через который это ядро там активно взаимодействует, оно не ограничено своими только регистрами, то есть, оно может общаться с памятью, и при этом кусочек памяти, который наиболее сейчас актуален, он как раз здесь и хранится. А потом он будет, если надо, сброшен туда, как система иногда сбрасывает на жесткий диск, то есть, расширяет память за счет жесткого диска. Типа файл виртуальный, это своп, да? Раздел своп на Linux, там, или в Windows виртуальная память, так называемые файлы виртуальной памяти. Но в любом случае, то есть, есть механизм кэширования, да? Ясна логика. Вот. При этом, собственно, процессор Intel содержит также L3 кэш. L3 кэш. Тут у меня место есть, поэтому я запишу. Память, да, которая позволяет общий кэш на все ядра, чтобы для синхронизации взаимодействия друг с другом, то есть, если один что-то записывает в память, то это не обязательно сразу сбраться. То есть, если этим библиотекарям надо провзаимодействовать, да, то есть, грубо говоря, они одному и то же месту подошли, да, им нужно сейчас вот это вписывать в карточку такому человеку, и тому же человеку нужно что-то вписать. Или выяснить. Да, то нужно, чтобы это было синхронно, синхронизировано, одно, один закончил, другой начал, да, и они должны эту страничку обменяться, этой страничкой обменяться. Понятно, да? То есть, возможно, какие-то ситуации, таких условных коллизий, но их можно разрешить. Как именно они разрешаются, мы вникать сейчас не будем, но сам факт того, что несколько библиотекарей работают быстрее, очевиден. Понятно, да? Ну, а тут сприт, своя магистраль и общая память. То есть, эти вычислительные потоки могут работать с общей памятью, и передача информации не занимает времени вообще. То есть, нет необходимости какой-то кусок данных передавать по сети. Он живет прямо тут же в этой же оперативной, просто другой. Взял и запросил, и, пожалуйста, вот она есть. Ясно? В этой же системе, если это будут два, как сказать, библиотекаря с общей картотекой, оба могут ее менять, то у меня возникает большая трудность. Мне каждый раз эту картотеку надо синхронизировать. Понимаете? И эта синхронизация, она убьет всю выгоду от параллельности. Если у меня есть большое пространство для синхронизации, то никуда это не годится. Однако, есть так называемая гибридная система. Гибридная система, в которой каждый компьютер, участвующий в построении кластерной системы, содержит в себе многоядерный процесс. У каждого здесь сколько-то ядер. Ну и они друг с другом объединены по локальной сети через высокоскоростное сетевое соединение. Соответствующий тому стоимость. Ну, минимум гигабитка. Потому что иначе будут эти задержки, которые, опять же, убьют всю выгоду от параллельности. Нет, бывают такие задачи, где передача информации невелика. И там можно, что называется, вообще разделенные через интернет, через тысячи километров компьютеры, пожалуйста, они там раздали задачку и поехали. Они считают, считают, считают. Ясно, да? Ну, иногда там всякие там есть проекты такие. Искать белки какие-нибудь. И вот подключить свой компьютер благодворительно, да? Чтобы искать лекарства от рака или что-нибудь еще там. Ну и он там начинает, ваш компьютер начинает стыковать всякий. Такой белок пробует его там, какие там свойства вычислять. Такой, такой. Перебирает. Я не знаю, как программа называется. Есть другая программа с наибольшим простым числом, по-моему. Ищут. Наибольшая простая числа? Наибольшая... Они все время что-то там, какое-то новое число находят, и что-то вот тоже непонятно. Просто... А, чтобы его найти? Чтобы просто знать, какое после этого число простое... Какое следующее обойдет. А, ну, пожалуйста. Непонятно, зачем... Какое насчитать? Зачем это надо? Так это же прекрасная идея. Это же нужно для взлома. Это же нужно для взлома. Ну, не для вашего, конечно, да, но хакером, особенно, какому-нибудь быть, АНБ, список простых чисел очень полезен. Ну, если у тебя есть список простых чисел, то раскладывать на простые множители же проще. То есть, и раз сам взломать, как? Ну, пожалуйста. А вот за тебя люди там ищут простые числа. Спасибо им большое. АНБ, хлопать в ладошку. Ладно. Что мы с вами делаем? Вот. Я рассказываю про то, какие, в принципе, существуют архитектуры параллельно. Ну, вопрос, ну, как бы я на будущее закладываю. То есть, сегодняшняя лабораторка, она про один кусочек только. Сегодняшняя лабораторка, она про вот это. Про организацию работы с общей памятникой. Вот. В то же время, вот, есть такие, как бы, библиотеки, которые обеспечивают параллельные вычисления. Ну, чтобы вам самим не начинать, вот это вот все, сетевые соединения, как это делать. Есть в библиотеке, вот одна из самых широко распространенных и стандартных, это MPI. MPI. Массовая параллельность с общей памятью, ну, когда, бывает ядер, иногда этих, там, 30 штук, там, еще что-то. Ну, и есть такая библиотека, OpenMP. Это не единственное. Там еще есть OpenCL, там, ну, еще какие-то есть. Я называю только самые, вот, и именно, и они будут у нас. Сейчас, может быть, срочно. Саш, лекция сейчас. Вот, ну, соответственно, вот это вот, это вам нужно что? MPI и OpenMP в одном флаконе. Однако, OpenMP это массовая параллельность на многих ядрах на одном компьютере. А можно, можно использовать это вручную, вручную. То есть, реально именно запускать, вот, использовать ресурс в нескольких ядрах. Сейчас стали транзисторы дешевы, физический предел достигнут уже лет как, я боюсь сказать, может быть, 15 назад. То есть, уже лет 10, как компьютеры находятся на вот этом вот пределе. Понимаете? Ну, нет существенных параллель. Вот когда-то Pentium 4 достиг 4 ГГц, я помню, там, да, и AMD, там, AMD его поднала, там, они жарили, и на них были такие, знаете, кулеры вот такого размера. Вот такой процессор, на нем вот такой кулер. Ну, потому что просто при повышении частоты резко растет тепловой пакет, вот, и нужно отводить, соответственно, тепло. Ну, там, жидкостная система охлаждения стали придумывать, всякую фигню. Ну, в общем, смысл в том, что как-то надо же об экологии подумать. Ну, вот, не жрать столько электричества, вот, и не жрать, нет, не нагревать вокруг, все так. И пошло то, что раньше было только на суперкомпьютерах и на серверах, стало бытовым устройством. И сейчас даже на сотовых телефонах уже по нескольку ядер, по 4, по 8 ядер вполне нормально так не привычно, понимаете? Нет в этом никакой экзотики. Поэтому вот это, это суперкомпьютер. Понимаете, это суперкомпьютер. Не надо его с ним. Что скажут рекламу. Понятно? Ваши компьютеры, которые у вас есть, ноутбуки, это суперкомпьютеры с точки зрения классификации прошлого века. Понимаете? То есть они не по принципам фонеймана уже устроены. Это не последовательная программа. Нет, они в каком-то смысле очень похожи, устроены. Но есть прекрасные возможности для организации параллельности. Мы это будем делать сейчас не через OCO-NB, а вручную. Но надо помнить, что у нас простаивают ядра и ждут задачи. То есть у нас сейчас выполняется наша программа, а там ядра, которые никто не загрузил. Давайте же их загрузим. Как это сделать? В прошлом году я рассказывал вам о функциях, вводил в понятие функции и говорил, что эти вызовы функции синхронные. То есть вызывающая сторона ожидает результат. Ожидает результат. И она не двигается, то есть она замирает. То есть я вызвал сантехника и вот в этом состоянии остался. И жду, когда же мне, когда же мне вернется результат. А есть такая штука, как асинхронный вызов. Асинхронный вызов. Вызов функции. Это, собственно, базовая вещь, которая нам нужна для организации параллельности. Это такой вызов функции, когда мы запускаем ее параллельно. Запускаем ее параллельно нашему параллельно исходному. Вызывающей функции. Параллельно в ходу действия вызывающей функции. То есть получается, что у меня происходит процесс. Вот у меня идут команды. И тут вдруг я решил вызвать функцию. И вот на время работы функции я не приостанавливаюсь. Я продолжаю выполнять свои действия. Вопрос вот какой. А что произойдет дальше? Что произойдет дальше? Ведь в принципе мы же вызываем функцию для того, чтобы получить результат. Мы вызываем сантехника, чтобы он нам что-то починил. Или там вызываем функцию, которая является числом простым и ждем результат. Но мы можем ее вызвать и какое-то время походить, позаниматься своими делами. Но потом нам она нужна. Нам нужно это число. Понимаете? Мы ждем результат. Ясно? То есть это не так, чтобы просто пошла выполняться, а сам пошел заниматься. Все, мне уже не важно результат. Нет, такая ситуация тоже возможна. Вполне возможно. В некоторых алгоритмах может быть, что вам уже не важно. Вплоть до того, что у каждой функции, которая вызывает другую функцию, у нее у самой есть начало и конец. Понимаете? И даже вот что, возникает такой вопрос. Нормальной является... Давайте я нарисую все случаи. Нормальной является ситуация, когда я жду результат. Понятно? То есть вот эта вот нить исполнения, она так и называется. Нить исполнения. Ну, надо сказать, что основная тоже называется, раз уж так, она тоже называется нитью исполнения, только это основная нить исполнения. Основная нить. Ну, если уж так говорить, то основная нить начинается вызовом функции main и заканчивается ретерном из функции main. Но я могу так как бы сказать, что вот в процессе синхронных вызовов, да, у меня смены нити не происходит, обычный синхронный вызов, да, а функция main, она ждет, когда эта функция вернется, да, и продолжит свое исполнение, пока main не закончится. То есть нить не прерывается, но я могу как бы этажами нарисовать, что, ну, в другую функцию вошли. Почему мне сейчас важно, что, о, я сотрудничаю, что внутри функции, я покажу. Потому что вполне возможно, что та нить переживет нить. Сейчас это будет рисунком ниже. Можно вопрос? Да. А что, если нам результат функции понадобится раньше ее завершения? О, хороший вопрос. Вот, давайте сейчас я введу название, да, нить исполнения. Давайте так и напишем. Friend. Чтобы у меня были английские наименования, соответствующие объектам C++. Что, если мне результат понадобился, а функция еще считает? Ну, в этом случае, как она называется, сидим, ждем. Ну, то есть вот все, а он не закончил, мне уже в туалет пора, сантехника еще работает. Ну, сидим, ждем. Просто вот без вариантов. Да? То есть вот этот момент, момент воссоединения, он, кстати, называется join. Да, ну, давайте буковкой T обозначу нить. Да, пусть она у меня сейчас конкретная. Эта нить будет называться буковкой T. То я ее присоединяю. Об этом ее просит кто? Об этом может просить только та нить, которая создала ее. Эта нить ее создала, и она захотела воссоединиться. А нить не готова. И вот к моменту, когда она делает свой return, да, у меня реальное воссоединение происходит, и пошел уже процесс. Ну, нить та полностью прекращает свое существование, а эта нить продолжает выполнить. То есть такая ситуация, что мы просто тупо сидим, ждем, возможно. Ну, кстати, вот эти вот ожидания в вычислениях, это то, чем активно пользуется операционная система. То есть если она видит, что ваш вычислительный процесс, вот он запустил нить первую, тут первая нить ваша вычисляется, потом вторую вы запустили, он запустил сюда, да. А здесь там, ну, допустим, я не знаю, сейчас я сотрудник, ну, не буду плакать, да. Ну, там кто-то другой вычисляется, там в 10. Вообще какой-то левый процессор. Ну вот. А потом вас первая нить ждет. Ну, такая операционная система, что она будет, думайте, это пустые операции, но есть такая операция, НОП, процессору, ничего не делай. То есть в принципе можно такую программу сделать, ничего не делай, ничего не делай, ничего не делай, ничего не делай. Процессор будет каждый такт, ничего не делай. Ну, он же не будет вот так вот пока ТРУ, НОП. Всегда циклически делать НОП. Нет, он не будет ждать, сушить весла. Операционная система быстренько сообразит. У нее есть какой-то другой вычислительный процесс, которому как раз сейчас нужно вычислительное время. Она его временно сюда заправит. А потом, когда вы там перестанете ожидать, когда та нить захочет, собственно, воссоединиться, операционная система, оп-па, у меня есть как раз, и обеспечит переключение, ну, в том процесс как раз, ну, вы дождетесь, когда процесс уйдет, или она решит, что он подвинется. В общем, вернет вам, и мы снова продолжим вычисление. Поэтому вот эти вот зазоры, они, конечно, используются операционной системой активно. И вообще работа с потоками исполнения, она, конечно, сильно связана с операционной системой. То есть это все запросы к ней. Понимаете? А нам операционная система не может помешать в таком случае? Как? Ну, скажем... А когда у вас обычный... Она запустила во время простоя нашей нити основной. А вы думаете, а когда у вас просто идет выполнение, она этого не делает? Когда выполняется ваша программа, она успевает тысячу больше раз быть прерванной для вычисления других программ. То есть когда процессор был один, это не отменяет интерливинга, то есть чередования. Процессы и так чередуются. Операционная система все время повычисляйся, посиди, повычисляйся, посиди. Теперь ты... Есть много разных механизмов планирования. Есть замечательная книжка Гарпового Владимира Ефимовича «Операционная система». Она изучается в третьем семестре. Вот я вам считаю, вместо фактически этого семестра мы Си плюс плюс проходим. Вот там очень подробненько про эти вещи, про планирование, про то, как устроена операционная система. Мы это выпускаем, просто потому что у вас упакованная информатика и некогда... А так я простейший механизм назову планирование. Раунд-робин. Первый процесс вычислительный, второй вычислительный процесс, третий вычислительный процесс, первый вычислительный процесс. Карусель. Понятно? Ну при этом у всех равный приоритет. Каждый процесс получает одинаковый квант времени, и они все вот так получаются. А в реальных, конечно, операционных системах все бывает сложнее, и задача грамотного планирования, она не так проста. Но сейчас не будем про это, про планирование. Вы вряд ли будете системными программистами писать операционную систему или модифицировать что-то в них. Давайте критим. Вот этот вот процесс является наиболее частым и популярным. Воссоединение с нитью исполнения. Вариант номер два. Вызывающая функция совершила асинхронный вызов и не сделала джоин. Не сделала джоин. В этом случае есть несколько вариантов. Первый вариант. Нить прекратила свое выполнение до того, как закончилась основная нить. Ну что ж, она сделала свое дело. Но, правда, ее результатом, ретерном, никто не поинтересовался. Ну и ладно. Не забрали у нее результат выполнения. Не нужен, значит. То есть ее вызвали как некую процедуру, которую надо запустить, запустили. Понятно? Но, возможно, и другая ситуация, когда эта функция еще не завершилась, а функция, которая ее вызывает, завершилась. То есть, а что значит, что функция, которая ее вызывает, завершилась? Значит, объект нити, объект T перестает существовать. Дело в том, что для контроля за нитями существует объект нить. Я его буквой T, собственно, я назвал. То есть, если у меня вот здесь вот T перестает существовать, то у меня срабатывает что? Деструктор T. А, ну, я не сказал, а вот здесь у меня, собственно, срабатывает, то есть, когда нить создается, то это у меня конструктор нити. Конструктор объекта нити. Конструктор нити T. Срабатывает, и после того, как конструктор завершается, поехал асинхронный вызов, реально выполнится. Так? А как же быть вот здесь, когда у меня срабатывает деструктор объекта нити? В этом случае нить прерывается. То есть, она себе вычисляла, вычисляла, ну, как процесс операционной системы прерывает. Просто раз, и сняться выполнение внезапно, прям посередине. В это время плюс равно один делал, что-то так вот это принято, бдыщ, все. Вот так и тут. Нить просто прерывается. Понятно? Ну, мы вряд ли этого хотим. Хотя, в принципе, возможно. Ну, по крайней мере, это лучше, чем, если она не... Уже результат ее, и уже невозможно. Если мы потеряли объект нити, то как мы будем, извините, получать результаты из нее? Для того, чтобы получить результаты, нам нужно иметь объект нити в своих руках. А если нам побочные эффекты? Если нам такие нужны побочные эффекты, то есть специальный способ. Этот специальный способ выглядит следующим образом. Вот у нас произошла инициализация создания нити-исполнения, ну, и соответствующего ему объекта, ей объекту, типа фред, пошло выполнение. Вот тут вот объект... А, да, прошу прощения. Я хочу сказать, что эта нить пусть живет. Пусть само выполнение, само вычисление, пусть себе живет, пока не закончится. В этом случае я могу сказать Т... Т... Детачи. Я отсоединяюсь от нити, я от нее отказываюсь. Ну, как бы я ее отсоединяю. То есть, короче говоря, после этого у меня деструктор Т не уничтожает нити. Понятно? Из этого следовательно, да, деструктор Т не прерывает ход нити. А кому нужна эта нить теперь? А? Ну, она может быть какие-то действия выполнять. Но надо понимать, что это все равно не навсегда. Ключился? Совсем. Надо понимать, что это тоже все равно не навсегда. Разные нити Разные нити развиваются и живут в рамках вычислительного процесса, который имеет начало и конец в вычислительном процессе. То есть, у него есть начало, такой вот стат, когда его сделали экзек. Ну, точнее, в линуксе процессы появляются по-другому, там, они клонируются, а не рождаются. Но, тем не менее, у меня он возник в рамках вычислительного процесса, у меня есть ресурсы какие-то, да, это какие? Дескриптор 0, дескриптор 1, дескриптор 2. Это ресурсы, которые ему уже выданы. Они за ним числятся, между прочим. Да, то есть, я могу тут подписать, что у него есть дескрипторы 0, 1, 2, а если я захочу еще файлов открыть, то они тоже будут числиться за всем вычислительным процессом. Вычислительный процесс, этот экзешник, исполняем файл, но уже исполняем мини-файл, а процесс уже живой, потому что файл, он валялся на диске, себе его можно было удалить, вытереть, он не действовал. А вычислительный процесс, он реально уже выполняется, он в памяти, он живой, и действует непрерывно. Он-то и может поудалять, что-нибудь там. Понятно? Так вот, за ним операционная система закрепляет какие-то ресурсы. В частности, открытые файлы, в частности, сетевые соединения и прочие ресурсы. Ресурсы операционной системы, они будут крепиться не к нити. Операционной системе в каком-то смысле почти наплевать на эти нити. Это уже ваша почти там проблема внутренняя. Как вы там эти нити? Так? Более того, оперативная память. Память общая. Вы хотите сделать молок, ну, как он там, нью, да? Отмолочили себе памяти, аллакей, да, сделали? Пожалуйста. Так эта память доступна всем. Понимаете? Она всем доступна в рамках этого учительного процесса. То есть, у меня начинается с основной нити, да, есть главная, main friend. От нее могут отпочковываться какие-то нити, да, которые в свою очередь могут создавать какие-то нити. Она еще может создавать какие-то нити, да, они там воссоединяются, снова начинаются. Пожалуйста. Это все можно, да? Но, если вы сделали detach, да, вот у вас, не знаю, эта нить закончилась, а эта нить отсоединена, ей наплевать, что объект ушел, она себе живет и живет, и живет, и живет, и живет, отдельно уже от мейна, да? но у вычислительного процесса есть конец. Его могут, он сам может завершиться, просто main return сделал, да, пользователь его закрыл, но в любом случае у вычислительного процесса есть конец. Так вот, нить, она не может существовать вне вычислительного процесса. Там для нее все, как конец времени, понимаете? Все, там времени больше нет ее, жить там нельзя, там ресурсы отобраны, все дальше, только операционная система убирает труп вычислительного процесса, подчищает его контекст, освобождает ресурсы, и говорит, все свободно, пожалуйста, берите, открывайте эти файлы, кто хотите. Понятно? Поэтому detouch, это не значит, что навсегда. То есть, нить главную, она все равно не переживет. Кстати, если вы вдруг из любой нити, из любой нити сделаете экзит, то экзит это системный вызов. То есть, вы должно было все развиваться, но в какой-то нити вы взяли и сделали экзит. Вызвали такой системный вызов. Не ретерн, а экзит. То это вычислительная система, она как воспринимает? Она в этих нитях не сильно разбирается. Для нее это все как одна семья. Даже как это называется? Как представители одного и того же человека. Человек говорит, прерви меня, пожалуйста, я хочу завершиться. Выдыщ! Всем нитям сразу. Понятно? Экзит не делается из нити. Вообще экзит лучше никогда не делать. Всегда лучше завершать корректно, ретернами, джойнами и так далее, все собирать и соединять. Понятно? Но джойн это примитивный способ синхронизации, которым, конечно, нужно пользоваться. Еще раз, возвращаясь к это самый простой правильный способ организации. Итак, давайте какой-нибудь пример прям напишу, код, чтобы вы увидели. А потом в него уже добавлю... Я делаю какую-нибудь функцию... Да, теперь я сделал вообще коротенько. Бой 2 и, соответственно, функцию main, которая будет вызывать. Да, естественно, мне нужно перед этим подключить библиотеку, которая называется friend. Такая возможность появилась не так давно. Нити в стандартном библиотеке C++ появились 5 лет назад, в 2011 году. Но уже 5 лет назад, это давно. Это уже почти из института выпустился. За это время. Значит, что? Я беру и создаю объект нити std thread thread t1 и передаю собственно адрес вызываемой функции в качестве параметра. Адрес вызываемой функции, то есть ее имя. Итак, как только я закончил создавать этот объект и оказался на следующей строчке, первая нить уже пошла выполняться. Что бы там в ней ни было. Я сейчас пропускаю ее, содержу. А, я бар запустил. Бар начал выполняться. Так? Я могу создать рядышком еще одну нить. Ну вот, соответственно, что я могу сделать? Ну, самое простое, просто обратно их присоединить. да, то есть я t1 дальше я делаю, что хочу. Делаю какие-нибудь штучки. Вот, а потом я говорю t1 точка join t2 а если у этих функций что-то возвращается? О! Для начала, если у этих функций есть параметры. Для начала, если у этих функций есть параметры. Ответ очень просто. Мы просто берем там сделано так, что это класс шаблонной нити и он зависит естественно от функции. Поэтому, если у этих функций есть параметр, то, пожалуйста, можно сделать int x, например, w y то я просто передаю сюда соответственно в bar я должен передать кого-то w 1.5 а в этот я должен передать число какое-то например 5. Через запятую то есть первым будет имя функции а потом идут значения параметры. Так, дальше. Сейчас, секундочку. С значением возвращаем. Значение возвращаем. Вы знаете, я бы не скажу, можно ли его делать не void. Ну, в смысле, вообще она делает нечто, ей можно передать указатели, где мы будем ждать результат по указателю. Мы там выделили память и дали ей указатель работы себе. а вот сейчас я еще взгляну. В конструкторе, наверное, должно быть прописано можно или нельзя. Значит, какая? Move Constructible Function Object. Это может быть либо функция, либо функциональный объект, который можно вызывать, который определяет оператор круглой скобочки. Return Value if any ignored. Так что, да, действительно, действительно, функция, которая вызывается асинхронно, бесполезна вызывать с возвращаемым значением, они возвращают результат только как вот через указатель. Ну, потому что у них общая память, они все в нее могут писать и с ними читать. Итак, какие проблемы у нас возникают? Стоп, стоп, можно вопрос? То есть, у функции, кроме войда, игнорируется, чтобы не написали, игнорируется, получить результат ретерна будет невозможно. А, в какой смысле? В смысле? А, я могу взять... Можно я напишу конкретику? Давайте, вот прям конкретику напишу. Давайте, я не буду, давайте, не будем уничтожать, мы лучше на другой тут увидим. Табу. тара-там, тара-там. Итак, сделаем функцию, которая вычисляет сумму арифметической прогрессии. Ну, в тупую, в тупую суммировку. Войда, сумма. сумма. Что она будет получать у меня? Она будет получать у меня, например, начальное значение W, W, A0, A0, запятая WD, расстояние между, и количество членов end N, сколько штук надо сложить. Что она будет делать у меня? А, да, прошу прощения, самое-то главное, а куда складывать результат? Куда складывать результат? Я буду складывать результат сейчас в WS. А? WS. Ну, замечательно. Только, естественно, по указателю. WS. Потому что так надо? А? Потому что так надо? WS. Звездочка. Ни в коем случае не ссылка. А? Потому что так надо делать? По указателю. А как я иначе смогу получить результат? То есть я должен иметь ячейку, в которую она будет записывать результат. Понятно? Что я буду делать здесь? Я говорю, а если что, пока этот самый WA равно A0 дальше int а, int for 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 int i равно 0 i меньше чем m i плюс плюс и что я буду делать? Я буду говорить result result плюс равно A а плюс равно D только result через звездочку разименовать звездочкой result я туда все суммировал закрыли цикл закрыли все ясно? Ну и я захочу воспользоваться этой функцией следующим образом давайте напишем результат ее воспользования запускаю функцию main я хочу посчитать сумму чисел от 1 до миллиона ну от 0 давайте от 0 до миллиона и хочу разбить это на 2 нити хочу разбить это на 2 нити я завожу себе double result double result первой нити я дам суммировать четные числа второй нечетные числа я запускаю thread std thread std thread t1 в которой я дам функцию сумма с параметрами какими? начиная от 0 шаг двоечка от 0 шаг двоечка а количество суммируемых чисел у меня получается 500 тысяч отлично ок есть? еще result нужно и result я беру адрес result ок суп и запускаем вторую нить std да я забыл я забыл резалку положить 0 в начале result равно 0 и что тут я делаю std thread t2 сумма сумма запятая 1 с шагом 2 и 500 тысяч да? не получится лишнего вот единички 500 тысяч умножить на 2 по-моему лишний будет да? член мне кажется что лишний миллион миллион первое число получится ну в общем 499 1991 и амперсант result и после этого делаем 2 join t1 join t2 join и что там ну std 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 result да? ну понятно что для арифметической для суммы арифметической прогрессии есть простая формула но если бы этот процесс был не автоматизирован ну не алгоритмически не ускоряем так просто да действительно я разбил вычисления на 2 подзадачи которые вычисляются параллельно здорово? можно вопрос а как потом идет синхронизация результаты черных и не черных а вы когда-нибудь программировали параллельно? нет просто такой вопрос камерзный хороший дело в том что я тут заложил мину здесь есть ошибка но результат общий для них обоих а ну какая разница так это же и фишка так это же фишка но если бы они как-то проверяли бы результат какой-нибудь предикат вы на него в ходе вычисления вы не понимаете вот что-то говорит тоже не до конца понимает или понимает не понимает это же фишка нити что пожалуйста они оба имеют ссылку на один и тот же результат да у каждой свой указатель конечно то есть когда происходит создание экземпляра класса у каждого свой указатель пожалуйста у каждого свой указатель но вот этот самый результат у них содержит в себе ссылку на одну и ту же реальную переменную результат вот торчащую там понимаете так что никаких проблем они оба могут к ней доступаться ну классно общая память вся оперативная память все файлы все что открыто пожалуйста оно общее бери пользу а если они одновременно к ней истинно так вот она вот она главная фишка проблема то есть фишка является проблемой а проблема в том что вот эта операция вот эта вот операция и даже более того конкретно вот эта операция не является атомарной что такое атомарная операция давайте разберемся вот эта вот операция которая казалось бы примитивна вот x плюс равно 1 она ведь на самом деле эквивалентна следующему x равно x плюс 1 а это подразумевает следующее добыть значение у ячейки x узнать значение x это значит сходить в оперативную память и скопировать это значение в регистр процессора да затем это первое действие да второе действие это произвести вычисление это арифметическое действие да но время занимает какое-то минимальное но занимает а третье действие это уже собственно третье это уже скопировать в x результат скопировать в x результат нет ну конечно это быстрые рядом лежащие действия но но вы понимаете это возможно то есть такая ситуация что у меня на миллионе чисел ни разу не произойдет в этой штуке что один из них посмотрел на то какое там сейчас число ну допустим там было число какого-то 10 тысяч пятьсот тридцать шесть один посмотрел на это число скопировал его себе мы не замечаем этого потому что тут не написано регистр процессора мы не видим если бы это было на сэмблере расписано вы бы увидели что это много строк что-то это вот инструкция она превращает не в одну строку это много операций да этот уже себе скопировал в регистр это число да а тут этот пришел и запрашивает это число и видит то же самое куда не произошло у меня доплюсовывание очередного а понимаете то есть они оба скопировали себе одно число этот прибавил к этому числу не знаю 73 а этот прибавил к этому числу так 85 к одному и тому же этот публикует туда результат 1536 плюс 73 а этот перезаписывается 1536 плюс 85 у нас получается что какое-то из чисел может тупо пропасть вообще это результат такой работы параллельной когда результат вычислений зависит от случайности кто первый успел понимаете кто первый схватился за переменную результат называется рейс конди ну вот такая ситуация рейс кондишен или просто рейс условия гонки здесь не в смысле это что там кондишен в смысле условное поведение а в смысле такие условия гоночные условия кто успел кто победит ничего не понятно и результат не предсказует то есть короче говоря эта программа содержит в себе проблему которую надо решить первый простейший вариант решения а давайте откажемся от общей памяти не ну она вся в принципе общая но мы сделали два две переменные результата результат 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 два одному передадим один другому передадим два и пожалуйста они будут в себе с разными переменными работать то есть переменная для них является ресурсом да пожалуйста выдаст им две разные переменные а в ответе просто свести результат 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 плюс результат два можно можно решение решение но не всегда все так просто а представьте себе что у меня две нити должны обе иметь возможность записывать в один и тот же файл ну правда запись файл это вещь такая она длинная она в принципе с задержками идет более продолжительным но может быть у них доступ к какому-то объекту который является синглтоном ну и они должны уметь к нему доступаться при этом но они должны уметь как знаете как в душ зайти так чтобы туда не зашел другой это называется критическая секция то есть бывает такая ситуация когда мы должны начать выполнять наш код зная что никакая другая нить исполнения не войдет в эту критическую секцию одновременно со мной понятно поняли логику критическая секция это часть кода часть кода которая требует которая требует непараллельного как сказать которая требует секундочку нахождения только одного нахождения только одной нити исполнения только одной нити исполнения в ней то есть одновременно это не должны если я возвращаюсь к использованию этой одной и той же переменной резал а особенно если я сделаю ее глобальной переменной то есть если я сейчас уберу это отсюда она является глобальной я сейчас сотрую ключ и пишу ее вот туда я ее убираю отсюда результат они суммируют и кладут глобальную переменную выполняясь да резал резал отсюда удаляем но я хочу обеспечить разделение и говорю вот это вот этот маленький кусочек кода является критической секцией то есть не должно быть такого что одна нить сейчас к резалку прибавляет а и другая одновременно с ней такого быть не должно ясно да значит мне что надо вот я делаю глобальную переменную double резалт ну давайте сделаем так вот у меня кабинка этого самого душа в которую мне надо войти да вот у меня два процесса два человека хотят сейчас душ и не исключено что у них будет состояние гонки мы понимаем что исключить нельзя да вот мы попали сейчас на эту ситуацию и мне нужно так чтобы один пользовался душем а другой в это время видел что туда сейчас нельзя значит мне нужно такую табличку на душ повесить на которой я буду писать сюда нельзя давайте назовем табличку буковкой м начальное состояние м ноль ну знаете есть такие замки на туалетах которые раз повернул они красненьким и соответственно м равно ноль это значит открыто открыто или наоборот я сделаю наоборот обычно наоборот м равно один открыто ну как истина а если м равно нулем значит закрыто понятно ну и тот кто закрывается да он соответственно имеет право открыть а тот кто другой пытается он говорит я хочу собственно это закрыться нельзя тут закрыто если он хочет закрыться собственно в кабинке то ему нужно дождаться то есть операция закрытия должна быть с ожиданием то есть он сидит и ждет причем это желательно не должен быть while true точнее while not opened да этот пока не открыто но более того представьте себе такую ситуацию что у меня несколько нити исполнений все подошли к критической секции и ждут когда же этот выйдет когда же он выйдет и тут он наконец-таки выходит оттуда благополучно да и они все условно одновременно race condition они все одновременно пытаются закрыться то есть они что они все одновременно пытаются вот этой переменной сделать что m ну что минус равно 1 а мы только что обсуждали что операция эта не атомарная то есть они они все могут успеть увидеть что там открыто и закрыться понимаете то есть возможно такая ситуация что там закрыться несколько человек просто потому что вот эта переменная она тоже не атомарная то есть нам нужно взять и сделать такую специфическую переменную атомарность подобных операций с которой будет гарантирована операционной системой раз второе чтобы не было тупых простоев пока не открыто ничего не делать а был простой который операционная система использует для других где вы освобождаете процессор да и ждете в этом случае такой такой переменной называется мьютекс мьютекс это переменная которая специального типа мьютекс там нужно заинклюдить собственно мьютекс да и он обеспечивает собственно давайте я напишу include мьютекс так сейчас вопрос соответственно есть можно создать объект ну вот я сейчас пропускаю вот ту функцию сумма а давайте я буду тут у меня и времени у нас осталось по-моему уже очень мало да уже сейчас практически что я сделаю я создам вот здесь вот подключить библиотеку я создам глобальный мьютекс м мьютекс м и когда я буду совершать вот это действие когда я буду совершать это действие я буду перед этим вот эту критическую секцию я буду перед этим говорить m.log закрыться да и вот здесь вот после я буду делать m unlock надо сказать что вот этот пример вот конкретно этот пример он плохой потому что первое же решение которое я написал использовать две переменные потом просуммировать оно намного лучше и начинать заниматься с мьютексами и обходить критические секции нужно тогда и только тогда когда это реально неизбежно если мы можем раздать им отдельные данные полностью разделить их информационно чтобы они независимо осуществляли свою вычислительную деятельность то это надо делать а результат потом просуммировать понятно вот так что еще я вам не рассказал из таких вещей это атомик есть атомарные переменные операции с которыми гарантируют атомарность операции с которыми гарантируется include атомик и там описано много разных типов есть операции закладывания туда числа считывания числа оттуда и обмена с ней вытащили а положили вместо нее при этом гарантируется что никто одновременно с вами этого не делает ни одна нить ясно ну я думаю что этого на первой достаточно а нет еще одну вещь расскажу чтобы вы знали проблема китайских палочек сидят два китайца за одним столом перед ними тарелка с рисом одна но риса много и две палочки китайцы хотят покушать как решить эту задачу ну вариант первый первый китайц взял покушал положил палочки второй китайц взял покушал да вариант второй ну они по очереди кушают передают друг другу палочки кладут тот берет а теперь так каждый из них хочет и каждый схватил по палочке и ждет когда освободится другая понятно это называется deadlock смертельный замок ну и вот как по-русски часто и говорят deadlock смертельный захват когда у нас процесс вычислительный пытается захватить для того чтобы суметь сделать свою деятельность пытается захватить ресурс и при этом два ресурса несколько ресурсов а другой процесс захватил тот ресурс и тоже ждет понятно то есть это ситуация безнадежного зависания безнадежное зависание но не любое а именно связанное с ожиданием ресурса зависание с ожиданием ресурса в данном случае ресурсом может являться ну та же переменная result она вполне себе ресурс а mutex ее ограждает этот mutex он к этому резалку он его оградит то есть все кто захотят к резалку должны к этому m залочиться ну чтобы не было race condition условий гонки поэтому но если у меня будут две такие переменные то вполне возможно что одна нить исполнения схватилась за один mutex и пытается схватиться за другой а вторая в это время за первой а так не может второй и все дедлок понятно поэтому возникает еще проблема а как решать собственно эти дедлоки вот но это уже отдельно отдельно давайте сейчас не будем этот вопрос трогать это уже сами разберетесь но с Богом до свидания до встречи